Приветствую вас, Ева. Давайте разберём ваш вопрос. Ну, мне в первую очередь, наверное, кажется, что вы в своём тексте ставите себе сразу какие-то довольно большие задачи. То есть вы, не знаю, замечаете или нет, как будто хотите, вот знаете, как будто сразу все проблемы решить отнимая. На самом деле вас это вполне может пугать, но вас это вполне может подавлять, потому что задача кажется невыносимой, тяжёлой, трудной и в какой-то степени это правда. В том смысле, что вам действительно может быть тяжело и действительно может быть нелегко. Вот. А мне кажется, мне кажется, что сначала вам имело бы смысл вообще получше знать себя. Получше увидеть свои чувства, которые у вас есть, свои переживания, которые у вас имеются. Вот, увидите, а как вы реагируете там, ну, на то или иное. Да? Вот. Как вы отвлекаетесь на то или иное. Вот. Значит. И уже дальше, я думаю, ваша жизнь будет постепенно меняться. Вот. Так это для меня, по крайней мере, выглядит. Иными словами, иными словами, речь идёт про то, чтобы потихонечку себя узнавать, а не какими-то рыбками, там, жертвами и так далее. Потому что, ну, с таким подходом вы просто повторяете идею своих родителей о безысходности, безвыходности. А, про отсутствия, например, выбора у вас и так далее. А полностью отталкивать позиции, позиции ваших родителей, мне кажется, не стоит. При всем желаниях, потому что в любой позиции есть что-то, что вам импонирует. Вот. И в позиции ваших родителей есть точно что-то, что вполне может вам импонировать, что может вызывать, ну, какое-то внутреннее согласие. А может и не вызывать. И первым шагом, как мне кажется, к тому, чтобы взять управление на себя, во свою жизнь, это разобраться честно в том, что из... того, что, например, важно вашим родителям, да, например, вот те наставления, которые дал вам отец, мама или бабочка. Вот. С чем вы сами согласны, что у вас самой находит отклик из этого. Вот это, мне кажется, первый путь. Ну и реакция определенная вообще тоже имеет значение. И вот из этого потихонечку будет складываться, будет складываться некоторые базы для вашего развития, для вашего шага вперед. Такска. Вот. Происходит это не постепенно, а происходит это... в течение какого-то времени, поэтому вам нужна регулярная психотерапия, чтобы реально решить данную проблему. Это, конечно, вы хотите. Вот. Ну. Мне кажется, что... Знаете, вот... Некотор... Некоторая... Некоторая... Такая... Безинтересность... Вашей жизни... А... Вполне... Может быть... Связана с тем, что... Может быть... Связана с тем, что... Вы... Просто игнорируете... А... 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 Может быть... Может быть... Что-то еще... Вот. Вот. В принципе... Я думаю... Такой ответ... можно было бы вам дать сначала, ну, по крайней мере, вот с моей точки зрения, с точки зрения моей школы психотерапии. Никаких быстрых решений не предлагаю, вы привыкли жить по определенным правилам, отказаться вам от этих правил сразу будет невозможно, да и, на мой взгляд, не особо это, не особо это нужно, вот, поэтому психотерапия. Чувствуется, что у вас есть злость на ваших родителей, вот разместить эту злость обиды тоже нужно, нет всякого сомнения, вот. На этом все, надеюсь, что вам это было полезно, желаю вам всего самого доброго и удачи, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой.